Уже в это воскресенье православные христиане будут отмечать Пасху. Заканчивается Великий пост. Разговляться принято отварным яйцом, кусочком кулича и творожной Пасхи. У каждой хозяйки свой рецепт приготовления традиционной пасхальной выпечки, нередко передающейся из поколения в поколение. Аскольчанка Александра Весельева ежегодно выпекает куличи, но никогда не повторяется. К процессу подходит творчески и экспериментирует с рецептами. Здравствуйте. Проходите куличи печь. В семье Весельевых общепитовским куличам предпочитают домашние. Процесс приготовления не быстрый, зато результат всегда радует. Ведь когда печешь сам, точно знаешь, что внутри. В тесте у меня топленое молоко, масло сливочное, дрожжи, обязательно должны быть свежие дрожжи, но желательно, чтобы они были свежие, изюм, коньяк для запаха, сахар, естественно, яйца, домашние яйца. Тесто зреет всю ночь, утром можно выпекать. Заполняем формочку на одну треть. Дрожжевое тесто сильно увеличивается в объеме. Главное – готовить с душой и радостью в сердце. Еще обязательно в перерывах между тем, как куличи одни пекутся, другие подходят, а тесто накрываем полотенчиком и ставим в теплое место, чтобы дальше оно, как говорится, подходило. 10 минут на расстойку и можно отправлять в духовку. Включаем сначала на 200 градусов, разогреваем духовку, ставим куличи, потом через 10 минут на 180. По квартире плывет аромат сдобы. Через 40 минут проверяем готовность выпечки шпажкой. Если деревянная палочка сухая, вынимаем из духовки и даем остыть. Глазурь делается один к двум в соотношении белок с сахаром и добавляется лимонная кислота, совсем чуть-чуть, для пелизны и для гладкости. Остывшие куличи покрываем глазурью и украшаем разноцветной посыпкой. Теперь можно снимать пробу. Вкусно, особенно с посыпкой. Анастасия Иконникова, Евгения Левошко, Денис Остапенко, 9 канал.